Здесь был кошатник наш, здесь жили кошки. В одной половине кошки жили, и во второй. Был дом на две половины. Всё, что осталось от кошатника. Выгорело всё полностью. Пелёнки здесь лежали, подстилки вот всякие, всё, что осталось. У неё ничего не осталось. Корма, вот корма все сгорели. Вот они, баночная корма, было много баночного корма. Всё сгорело, лекарства здесь было, очень много лекарств здесь было разного. Всё сгорело. Сюда выходил выгул кошачий. Эти кошки с этой стороны имели выгул. Здесь был их вольер, выгул, дом кошачий. Под сеткой. Здесь был дом, немножко рабочий дом опалился, захватили. Захватила боль. Здесь жила собака. Друзья, что сказать? Беда приходит тогда, когда её не ждёшь. К нам беда пришла в самый святой и в самый чистый праздник. Для меня теперь день Рождества, это самый страшный день. Я не знаю, за что Бог наказал этих зверят, но у меня такое ощущение, что он наказал меня. Значит, я что-то не так делаю. Значит, я не права. Ребята, здесь у нас был хоз-дво, хоз-бытовка. Вы видели её на предыдущих видео. И здесь же, друзья, у нас находился кошачий карантин. Ребят, кошки, которые сидели с левой стороны, их удалось спасти. Они все выскочили во двор. Мужчины мои проломили вольер, вырдрали там. И кошки все разбежались по территории. Ребят, кошек мы ловим до сих пор. Две кошки сегодня пришли из леса. Когда были пожарные, всё было нараспашку, кошки с перепугу уходили куда угодно. Сейчас они возвращаются. Кто-то вылезает из-под вольеров собачьих. Кто-то вылезает из-под бытовок других. Ребята, я врагу не пожелаю пережить то, что мы пережили в рождественскую ночь. Это было с седьмого на восьмое. Это страшно, ребята. Страшно, когда дом сгорает в течение часа, и ты ничего, ничего не успеваешь сделать, потому что пламя ревёт. И такое огромное. Я не знаю, что сказать. Я просто хочу сказать одно, ребята. Не дай Бог вам хоть раз столкнуться с огнём. Не дай Бог. Субтитры создавал DimaTorzok